Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в клуб романтики, и теперь мы переходим к следующей игре, моя голливудская история. После неё, естественно, мы приступим к королеве за 30 дней, не знаю, хватит ли мне на всё алмазиков, но будем надеяться, что хватит. В общем, ребят, моя голливудская история. Серия 8. Нужно быть сильной и смелой, даже когда всё против тебя. Глава 8. Мир, который вот-вот рухнет. Следующие дни выдались тяжёлыми. Вы почти всё время проводили на съёмочной площадке. Через пару недель напряжённая работа у вас случился выходной. Ещё немного, и отдыхать мне больше не понадобится, потому что мёртвым отдых ни к чему. В инстаграме прибавилось сообщение от фриков. Чтобы чувствовать себя защищённой, вы везде ходите с собакой и часто извиняетесь за отпечатки лап на чужой одежде. Настало время заняться твоим воспитанием. Это не обсуждается. Тобой займётся Алекс. Помнишь её? Вы надеваете первое, что попалось под руку, и отправляетесь с лаки навстречу к дрессировщице. А что мне первое попалось под руку, м? Ого! Всё такое нарядное! Вы так погрузились в работу, что не заметили, как подошли рождественские праздники. А у меня даже ёлки дома нет. В этот момент девушка с фрисби увидела вас и помахала. Хай! Я уж думала, вы не придёте. Оф! У меня съёмки круглые сутки. Ах! Малыш, ну не злись. Ах! Имеет право. Девушка погладила пса. Что ты ждёшь от дрессировки? В первую очередь. Чтобы лаки слушался и выполнял команды. В следующей главе лаки вас удивит. Приносил и находил вещи. Мог показать какой-нибудь фокус. И не прыгал на прохожих. Ох! Понимаю. На это уйдёт несколько дней. Лаки придётся пожить какое-то время у меня. Ох! Вы погладили пса и крепко его обняли. Что ж, друг, придётся нам на время расстаться. Ох! Не волнуйся, всё будет хорошо. Я обучу твоего друга командам. Но тебе надо уделять ему больше времени. Вы вспомнили свой рабочий график и грустно вздохнули. Я бы с радостью, но у меня столько работы. Ты снимаешься в городе грёз? Ага. Играю официантку. Алекс нахмурилась. Хм. Странно. Сегодня моя знакомая была на кастинге. У Дэвида Тарина. Ну и что? Она пробовалась на роль официантки. Алекс. Не может быть. Актёрский состав утверждён. Мы снимаем уже две недели. Вы вспомнили, как проходили эти съёмки? Правда, не всё гладко. Иногда Дэвид мной недоволен. Ты думаешь, он решил? Нет, он бы мне сказал. Наверное. Подбежавший Лакель легонько укусил вас за ногу. Аф! Прости, малыш. Сейчас не до тебя. Ммм. Мне пора. Из-за съёмок я уже две недели не видела парня. Конечно, иди. А мы займёмся дрессировкой. Вы прощаетесь с Алекс, целуете Лаки в нос и покидаете парк. У вас назначена встреча с Джина. Но все ваши мысли о работе. Неужели Дэвид и правда решил меня заменить? Ничего и никого не замечая, вы садитесь в автобус. Нет, это просто немыслимо. Менять актрису, когда съёмки в самом разгаре. Мимо мелькают улицы, рождественские огни, люди. Но вы всего этого не замечаете. Даже оказавшись на рождественской ярмарке, окружённой блеском, смехом и дивными ароматами, вы продолжаете думать о кино. Знакомый голос выдёргивает вас из грустных мыслей. Отношения с Джина продолжаются. Привет, красотка. Здравствуй. Что с тобой? Не любишь Рождество? Скорее, оно не любит меня. Может быть, мой подарок поднимет тебе настроение? Джина достаёт яркую коробочку. Взять, забрать. Не стоило. Это же Рождество. Открывай. Вы разворачиваете подарок и видите чудесную шляпку. Круто, шляпка в комплекте с прической. Я, наверное, сейчас больше выбираю не шляпку, а прическу. И, кстати, они мне все нравятся. Очень красивые. Я хочу вот эту. Несмотря на то, что она бесплатная, я всё равно возьму её. В самый раз. Тебе идёт. Но у меня нет ничего для тебя. Это не обязательно. Шляпка сидит замечательно. Но даже это не может поднять вам настроение. На тебе лица нет. Давай купим еды, усядемся поудобнее. И ты мне всё расскажешь. Вы подходите к палатке со сладостями. Печенье, драма и карамель приключения. Наверное, я возьму печенье-драму. От еды исходит божественный аромат. Но вы к ней даже не притронулись. Милая, что стряслось? Всё плохо. Дэвид собирается меня уволить. Джина еле заметно сжал кулаки. За что? Вы рассказываете мужчине всё, что узнали сегодня от Алекс. А твоя знакомая не могла что-то напутать? Не знаю. Но если Дэвид меня выгонит, пойдут слухи. И меня не возьмут ни в один фильм. Джина накрыл ваши ладони своими. Ты накручиваешь. Прежде всего, постарайся успокоиться. Я не могу. Это моя карьера, моя жизнь. Джина прижимает вас к себе, гладит. Может, тебе стоит походить на какие-нибудь курсы? Поучиться красиво двигаться, петь. Ты ведь говорила, что у тебя получается не очень. Расстроиться. Если даже ты думаешь, что я плохо двигаюсь, значит, я безнадёжна. Перестань. Ты очень талантлива. У тебя прекрасные данные. Но тебе не хватает подготовки. Вы понимаете, что мужчина пытается вам помочь. Но эмоции берут верх. Пожалуй, ты прав. Мне надо заниматься, а не прохлаждаться тут с тобой. Я не это имел в виду. Но это так. Проводишь меня? Мужчина не хочет с вами расставаться, но вы непреклонны. Хорошо, Эмма. Вы покидаете ярмарку молча. Затем садитесь в Мерседес и едете домой. Садитесь в Мерседес и едете домой. Вы позвонили со студии и сказали, что сегодня съёмки отменяются. Что это значит? Надо спросить у директора киностудии. Вздохнув побольше воздуха, вы набираете номер. Кажется, гудки длятся вечность. Но вот трубку сняли, и вы услышали голос Альберта. Здравствуйте. Кто это? Эмма, актриса. Ах да, юное дарование. Вы замолчали, подбирая слова. У тебя всё хорошо? Что ты хотела? У меня... Да, почти. Скажите, почему отменили съёмки? Эмма... Эмма... Дэвид хочет меня уволить? Эмма... Эмма... Скажите мне что-нибудь. — Альберт прокашлялся. — Не волнуйся, устрой себе выходные. — Но... — А через неделю приходи на рождественскую вечеринку. Там и поговорим. Альберт положил трубку. Голова полна невесёлых мыслей. — А может, Джина прав? И мне стоит поучиться пению и танцам. — Но где? — В поисках подходящей студии вы заходите в интернет, но везде набор уже закрыт. — Мне сказочно, не везёт. — Однако вы не сдаётесь и продолжаете поиск. — И натыкаетесь на студию Карен МакГонаган. — Если это та самая Карен, то её мастер-класс должен быть очень действенным. — Вы даже не стали смотреть, есть ли набор. — А сразу отправились в студию. — Адрес вы нашли быстро. — Карен действительно пользуется популярностью в городе. — Надеюсь, она здесь? — Тишина. — Вы аккуратно спрашиваете. — Есть кто? — Из дальнего коридора слышится звук каблуков. — Ты? — Чего надо? — Здравствуйте. Вы проводите мастер-классы? — Записи нет. — Карен непреклонная и, видно, очень занята. — Поэтому вы решаетесь играть на её чувствах. — Карен, вы лучшая. Я хочу учиться только у вас. — И тот ваш мастер-класс? — Благодаря ему я получила роль. — У самого Дэвида Тарина. — Карен хитро прищурилась. — Если всё хорошо... — То зачем пришла? — Когда вы начали говорить, глазам подступили слёзы. — Я не умею петь и танцевать. — Это не страшно. У нас не Болливуд. — У нас мюзикл. — Карен закусила губу. — И как ты умудрилась в него попасть? — С такими-то талантами. — Директор студии настоял. — И теперь меня вот-вот выгонят. Слёзы, которые вы усиленно глотали, хлынули потоком. — Этого мне ещё не хватало. — Не реви. — Простите. — Карен помолчала, что-то обдумывая. — Ладно. Попробуем научить тебя петь. — Спасибо, спасибо, спаси. — За двойную плату. — Так начались ваши курсы пения и танцев. — Давай-ка проверим твой слух. — Я сейчас напою, а ты повтори. — Ля-ми-соль-до-фэ-ми-ля-до. — Ля-ми-соль... — Ля-ми... — А, не знаю. — Правильно. — С тобой не всё потеряно. — Но нужно что-то делать с твоим голосом. — А что с ним? — Его нет. — Карен села за фортепиано. — Просто повторяй за мной. — И женщина затянула. — И... — И что? — А-а-а... — Они так сейчас и будут это делать? — Может быть, весь алфавит повторим? — Так прошёл остаток дня. — А-а-а... — На сегодня всё. — Завтра без опозданий. — Нам предстоит много работы. — Карен взялась за вас всерьёз. — Вы целыми днями поёте и танцуете. — Но если пластика вам удаётся, — то вокал неприступен и труден. — Доры ми фасоль. — Нет, нет, нет. — Ты опять не попала в ноты. — Простите. — Давай сначала. — Вы изнуряете себя занятиями. — Тренируетесь допоздна. — Карен ведёт уроки жёстко. — Разносит вас в пух и прах за малейшие промахи. — На достижения почти не обращает внимания. — Ты плохо стараешься. — Тебе нужно больше работать. — Хорошо, я попробую. — Не надо пробовать. — Надо делать. — И вы продолжили трудиться. — Однажды вы проспали и опоздали на занятия. Войдя в студию, вы услышали разговор. — Думаешь, не выйдет? — Она старается. — Но певицей за неделю не стать. — Но ведь успехи есть. — Очень посредственные. — Мы просто теряем время. — Они в меня не верят. — В таком случае я... — Я не знаю, я... — Не хочу шутить над ними, но и... — Уходить отсюда я тоже не хочу. — Ладно, давайте всё-таки подшутим над ними, поскольку уходить я точно не собираюсь никуда. — Вы заходите внутрь, стараясь выглядеть как можно веселее. — Всем привет. — Вы слышали о новом тренде? — Сейчас в моде певицы без голоса. — Они выходят на сцену, поют, ужасно поют. — И зрители платят им большие деньги, чтобы те перестали. — Думаю, у меня получится. — Женщины переглянулись. — Хорошо, что чувство юмора не покидает тебя. — Но ты должна смириться. — Ты не можешь сниматься в мюзикле у Тарина. — Слова Карен ранят, но вы не подаёте вида. — Певица из меня не очень. — Это не всем дано. — Но я всё равно буду петь. — Только сделаю это по-своему. — Женщины молча переглянулись, а вы включили фонограмму и затянули песню. — От вашего пения лица слушательниц постепенно вытягиваются. — И тогда вы... — Как отвлечь внимание от плохой песни? — Боже. — Закружить Маргарет и Карен в танце. — Вы подходите к женщинам, берёте их за руки и танцуете то с одной, то с другой. — Я думаю, что они сейчас в шоке. — Да, мы в шоке, но продолжают танцевать. — Когда песня закончилась, в студии воцарилась гробовая тишина. — Это очень необычно. — Да, но мало походит на пение. — Однако занятия по актёрскому мастерству прошли не зря. — Да, и я не вижу смысла их продолжать. — Нет, я хочу заниматься дальше. — Мне нужно ещё многому научиться. — Тебе надо практиковаться не здесь, а в киностудии. — Но... — К тому же у меня начинаются рождественские каникулы. — Не обращая внимания на ваши возражения, Карен встаёт и идёт к выходу. — Вы пытаетесь вас звать к справедливости, но она вас не слушает. — Ну всё, ариведерчи. — Маргарет, я тебе позвоню. — Эмма, будь осторожней с Дэвидом. И Карен ушла. — Можно было бы и повежливей. — Тогда это была бы уже не Карен. — Пойдём, деточка, я тебя провожу. И вы пошли вдоль рождественских улиц, болтая о кино, делясь мечтами. — На следующий день вы позвонили в студию. Дэвида нет на месте. — Интересно, он со всеми актёрами так поступает? — Или это только мне выпала честь вселенского игнора? — Вы вспомнили Кристи и испугались? — А вдруг она ему рассказала? — Лучше об этом не думать. — Вы со страхом ждёте рождественскую вечеринку. — Вы почти уверены, что Дэвид вас давным-давно уволил. — Надеюсь, у него хватит смелости сказать мне это в лицо? — Через несколько дней наступил долгожданный вечер. — Вы не были на тот пикчер с больше недели. — Ни с кем из коллег не общались. — Даже если меня уволят, я хочу выглядеть красиво. — В конце концов, это же Рождество. — Собираясь на вечеринку. — Макияж. — В общем, сам макияж мы увидим только после того, как мы его выберем. — Но я всё равно возьму дерзкий макияж, мне кажется, что он будет интересным. — Так что да, она красится. — Вы любуетесь на себя в зеркало. — О боже. — Ну что за красотка? — Теперь наряд. — Элегантный костюм подойдёт для любой вечеринки, если хочешь стать звездой, и вот такое. — Ребят, я беру самое простое легкомысленное платье, в нём ты будешь неотразима. — Что ж, я готова встретиться с судьбой. — Вечеринка проходит на крыше киностудии, уже внизу вы услышали звуки музыки и смех. — Вид, конечно, у неё так себе, ну да ладно, там весело. — Среди праздничной мишуры и улыбающихся лиц, ваше настроение улучшилось. — Красота. — Кого я вижу? — Здравствуйте. — С Рождеством, Эмма. Ты сегодня какая-то необычная. — Это всё макияж. — Он тебе очень идёт. — Альберт останавливает мимо проходящего официанта и просит принести вам шампанского. — Ты уже сфотографировалась с Сантой? — Нет. — Ты обязательно должна это сделать. — Хорошо, но послушайте. Я хочу поговорить насчёт города грёз. Движения Альберта стали чуть резче. Он быстро улыбнулся, не глядя вам в глаза. — Ты иди сфотографируйся, выпей чего-нибудь. — Ну? — О делах поговорим позже. — Он отвернулся, кому-то помахал и скрылся в толпе. — Неужели меня и правда выкинули из фильма? — В раздумьях вы подходите к фотозоне? — Улыбочку. — Патрик. Он делает несколько снимков. И тут в кадр врывается Эрик. — Дай-ка я тебя обниму. — Какой ужас, зачем он так напился? — Только ради фото. — Парень, не лезь. — А чё? Я её знаю. — И Эрик звонко чмокает вас в щёку. — Отойди от неё. — Патрик. Всё нормально, он друг. — Эрик, тебе надо присесть. — Со мной всё в порядке. — При этих словах парень чуть не рухнул на пол. Но вы его удержали. — Зачем ты с ним возишься? — Потому что он хороший. Просто слегка перебрал. — У фотозоны уже начали собираться люди. Вам с Эриком пришлось отойти. — Не пей больше, ладно? — Я не хотел и... Я только для смелости и... просить повышения. — Эрик попытался опять завалиться на вас. — В таком виде к директору лучше не ходить. — Зачем к директору? — Э... — К Дэвиду? — К нему тем более. — Ты-то почём знаешь? — Дать Эрику добрый совет. — Послушай. Алкоголь не сблизит тебя с боссом. Тем более с Дэвидом Торино. — Да не... И... Он нормальный... Чувак. — Вы поняли, что сейчас бессмысленно парню что-либо говорить. К тому же заиграла ваша любимая песня. Это Рэй сел за фортепиано. Обожаю эту песню. — Ну иди... Пляши. — Вы оставили Эрика и пошли на звук. У фортепиано вы начали тихонечко подпевать. Музыка льётся и вам так хорошо. Слова песни срываются с губ сами собой. Вы двигаетесь в такт музыки. Люди поворачиваются в вашу сторону. Кошмар. Вы смущаетесь, но продолжаете петь. И тут в зал входит Дэвид Торино. Вам становится совсем неловко. Дэвид и остальные смотрят на вас. Что делать? Я не... Давайте... Ладно, давайте петь и танцевать дальше, как ни в чём не бывало. Пусть смотрит. Благодаря выбору вы получите самую важную роль. Набрав в грудь побольше воздуха, вы затягиваете песню. Ваши движения всё увереннее, голос увереннее, но вы чувствуете, что не вытягиваете. Чем отвлечь внимание от слабого голоса? Красивым танцем? Вы начинаете плавно двигаться, покачивая бёдрами, закрываете глаза и растворяетесь в танце. Рэй играет страстно, и вы чувствуете, как всё тело покрывается мурашками. Вы извиваетесь всем телом, тихонько напевая. И хотя поёте вы посредственно, люди этого не замечают. Вы захватили всё их внимание. И завершаете выступление, драматично упав на фортепиано. Вы закрыли глаза и замерли. В зале воцарилась тишина. А уже через несколько секунд послышались аплодисменты. Рэй наклонился к вам и прошептал. Ты их покорила? Я знаю. У тебя есть свой неповторимый стиль. Ещё несколько человек похвалили ваше пение. Вы поклонились слушателям и встретились взглядом с Дэвидом. На его лице играет загадочная улыбка. Так, ну играет на его лице загадочная улыбка. А мне то с этого что? Ладно ребят, в следующей серии мы обо всём этом узнаем. Мне кажется или жизнь нашей героини налаживается и что всё становится довольно неплохо. Ещё мне светит какая-то важная роль. И мне кажется, что это хорошо, да? Так что ребят, скоро мы с вами продолжим. Ну а на сегодня пока у меня всё. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу вконтакте. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok